Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой замечательный палантин крючком. Длина моего палантина составляет 180 сантиметров, ширина 41 сантиметр. На данный палантинчик у меня ушло всего 4 моточка. Если возьмете пряжу потоньше, соответственно, уйдет меньше грамм. Для вязания я буду использовать пряжу Ланоса Альпина 932 цвет. Более подробно вы сможете посмотреть об этой пряже отдельное видео. Ссылочку оставлю, смотрите в описании под этим видео. Дальше буду вязать крючком номер 3. Можете также использовать номер 3,5 для более такого воздушного эффекта. Также понадобятся нам ножнички и сантиметры. Вязать палантин мы будем ленточным кружевом. И, честно говоря, по листам в интернете схемки разные, я не могла определиться, какой же узорчик мне все-таки выбрать. Я взяла из нескольких схем и совместила, сделала свой рисуночек. Самое главное нам начать изначальный цветок. А затем вот этого цветка мы будем постепенно делать семилистнички, то есть полуцветочки такие вот с лепесточками большими, красивыми. И в серединке у меня будут также лепесточки. Смотрите, я использовала самые простые столбики. Это столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и изначальные воздушные петельки. В принципе, я думаю, что здесь более или менее понятно. Я набросала вот такую схемку и затем по ходу заканчивания большого цветка мы будем переходить на маленькие полуцветочки. То есть смотрите, самое главное, опять же, вам стоит понять, как связать большой цветок. А затем наши полуцветочки мы будем использовать всего лишь вот эту схемку. То есть семь лепестков большого цветка. Семь вот так вот. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Вот такие вот полуцветки мы будем делать, заканчивая каждый полуцветок. И смотрите, связав основной цветок или полуцветок каждый последующий, мы будем начинать оттуда, откуда закончили предыдущий вязать полуцветок. Вот здесь я набросала схемку начала, но я думаю, что по ходу вязания вы поймете, о чем я говорю. Итак, для тех, кто вяжет по схеме, вот она изначальная схемка. Если что будет непонятно, пишите в комментариях, помогу расшифровать. И мы приступаем к самому вязанию. Берем рабочую ниточку и делаем первую закрепительную воздушную петельку на крючок. Теперь набираем шесть воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И находим первую петельку, замыкаем вязание колечко. Вот так вот. И теперь по ходу вязания первого ряда я спрячу вот этот краешек ниточки, буду его как бы завязывать. Теперь в наше колечко, образовавшееся из шести воздушных петелек, нужно связать 12 столбиков без накида. Для этого делаем одну воздушную петлю подъема и прям под колечко, вот так вот в серединку, в центр, не в петельку, а под центр прям, Вяжем 12 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Первую петельку воздушную подъема вяжем в соединительный столбик. Итак, первый ряд наш связан. Теперь переходим на столбики с накидом. Для того, чтобы нам вязать следующий ряд, нужно сделать в соединительный столбик первую петельку предыдущего ряда. Либо же делаете соединительный столбик не в петлю подъема, а прямо в первый столбик. То есть это по желанию. Теперь смотрите, у нас по кругу связано 12 столбиков без накида. Нам теперь нужно связать 12 столбиков с накидом, то есть по столбику в каждую петельку связанного предыдущего ряда. Но между столбиками с накидом мы делать будем одну воздушную петлю. То есть поднимаемся на 3 воздушные петли подъема, замещающие нам первый столбик из первой петельки. Дальше плюс 1 петля воздушная между столбиками и в следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. Дальше воздушная петля, делаем накид и в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом в следующую петельку. То есть чередуем столбик с накидом в каждую петельку и между столбиками делаем одну воздушную петлю. Так мы должны связать 11 столбиков с накидом и первые 3 воздушные петли замещают нам 12 столбик с накидом. И вот так вот вяжем, чередуя столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Связав 11 столбик, делаем воздушную промежуточную петлю и в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Так мы связали второй ряд. Третий ряд мы перейдем в начало вот сюда вот под воздушную петлю после 3 воздушных петель подъема. Вот сюда вот соединительным столбиком или соединительной петелькой. То есть следующий ряд, третий, у нас будет начинаться с вот этой воздушной первой петли предыдущего ряда. Теперь смотрите, поднимаемся на 3 воздушные петли подъема. Снова нам они заменят первый столбик. И делаем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И под следующую воздушную петлю через столбик. Вот он у нас столбик предыдущего ряда. Через столбик под нее вяжем столбик с одним накидом. Дальше снова делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под следующую воздушную петлю через столбик вяжем еще один столбик с одним накидом. Снова делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под воздушную петлю в следующую вяжем столбик с одним накидом. То есть под воздушную петлю между столбиками предыдущего ряда мы под каждую воздушную петлю вяжем 1 столбик. А между столбиками делаем 3 воздушные петли. Повторяем. 1, 2, 3. Под воздушную петлю следующий столбик с накидом. 1, 2, 3. Под следующую воздушную петлю столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Под воздушную петлю столбик с одним накидом. и так продолжаем делать до конца третьего ряда в конце третьего ряда чтобы соединить наше вязание в круг делаем 3 воздушные петли и между первым и последним столбиком сделав 3 воздушные петли в третью петлю подъема первого столбика воздушную делаем соединительный столбик вот таким вот образом мы соединили третий ряд и у нас должно получиться 12 столбиков и между каждым из столбиков сделаны 3 воздушные петли в предыдущем ряду то есть вот такие вот сформированные арочки вот эти арочки в четвертом ряду мы и будем вязать наш узорчик то есть смотрите сделав соединительный столбик в третью петлю подъема делаем сразу же столбик без накида под первую арочку из трех воздушных петелек далее делаем накид и под эту же арочку вяжем один полустолбик с накидом дальше 1 столбик с накидом 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида и теперь под каждую арочку мы будем вязать 1 столбик без накида 1 полустолбик с накидом 1 столбик с накидом 1 полустолбик с накидом и столбик без накида то есть такой вот как бы лепесточек и переход из арочки в арочку у нас будет вот этим первым и последним столбиком без накида то есть сделав последний столбик без накида в одном лепестке мы переходим под следующую арочку и также делаем столбик без накида сразу же дальше делаем накид вяжем полустолбик с накидом 1 столбик с одним накидом 1 полустолбик с накидом и столбик без накида все это вот эти три воздушные петли предыдущего ряда повторяю столбик без накида полустолбик с накидом столбик с одним накидом полустолбик с накидом и столбик без накида то есть как вы смотрите мы начинаем с малого затем вяжем средняя то есть полустолбик с накидом затем наивысшую точку делаем столбиком с накидом и снова на уменьшение полустолбик с накидом и столбик без накида у нас получается вот такие вот закругленные как бы лепесточки так мы делаем в каждую в каждую арочку то есть под три воздушные петли предыдущего ряда вяжем столбик без накида полустолбик с накидом то есть делаем накид и сквозь три петли пропускаем рабочую нашу ниточку дальше столбик с одним накидом снова накид делаем вяжем полустолбик с накидом и столбик без накида то есть уменьшаем наименьшая точка столбик без накида полустолбик средняя точка столбик с накидом наивысшая точка и на уменьшение снова полустолбик с накидом и без накида вот так вот каждую в каждую арочку получается по счету уже четвертого ряда четвертый ряд заканчиваем таким же 12 лепестком нашим и получается последний связан у нас столбик без накида по 3 воздушные петли дальше вот в эту третью петлю подъема делаем соединительный столбик то есть как бы возвращаемся на ряд ниже не в столбик без накида осаине в третью петлю подъема соединительный столбик делаем для чего для того чтобы как бы закруглить наш лепесточек то есть у вас должно быть вязание здесь неровно соединено в столбик без накида а именно вот в эту третью воздушную петлю то есть как бы в столбик и теперь поднимаемся на 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и начинаем вязать пятый ряд пятый ряд у нас будет состоять тоже из 12 столбиков но между которыми мы будем делать по 5 воздушных петель и то есть сначала мы делали одну воздушную петлю затем 3 а сейчас будет 5 поднялись на один столбик дальше вяжем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 накид и между вот здесь вот между нашими лепестками в промежутке мы делаем столбик с одним накидом дальше снова 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и между следующими двумя лепестками также вяжем столбик с одним накидом дальше снова 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и между лепестками вяжем столбик с одним накидом и так продолжаем до конца ряда чередовать столбик с накидом 5 воздушных петель столбик с накидом 5 воздушных петель и в конце делаем 5 воздушных петелек и соединяем первый и последний столбик в третью петлю подъема соединительным столбиком вот так вот вот он третий столбик и вяжем соединительный столбик соединили наш пятый ряд и получается смотрите над каждым вот таким вот маленьким лепесточком у нас уже сформирована большая арочка в которой мы будем следующем шестом ряду вязать большие лепестки большой лепесточек у нас состоит из столбика без накида полустолбика 5 столбиков с накидом полустолбика и столбика без накида то есть фактически то же самое что мы вязали в маленьком лепестке но маленьком лепестке мы делали всего по серединке один столбик с накидом здесь мы будем делать 5 столбиков с одним накидом в середине то есть смотрите мы сразу же под ближайшую арочку из 5 воздушных петелек делаем столбик без накида дальше делаем накид и вяжем полустолбик сюда же рядышком дальше 5 столбиков с одним накидом 1 столбик 2 столбик 3 4 и 5 затем спускаемся вяжем полустолбик с накидом и столбик без накида из вот таких вот больших лепесточков над маленьким будет состоять наша арочка теперь сразу же под следующую арочку вяжем столбик без накида то есть столбик без накида это как бы переход из одной в другую арочку мы заканчиваем и начинаем со столбика без накида дальше поднимаемся на полустолбик с накидом теперь вяжем 5 столбиков с одним накидом 1 столбик 2 столбик сюда же 3 4 и 5 не старайтесь попасть петельку лучше под воздушные петельки вводите крючок теперь спускаемся на полустолбик с накидом и вяжем столбик без накида сюда же то есть закончили лепесток. Следующий лепесток начинаем также со столбика без накида. Дальше поднимаемся на полустолбик с накидом. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2 столбик сюда же. 3, 4 и 5. Дальше спускаемся на полустолбик с накидом и столбик без накида заканчиваем наш лепесточек. И вот так вот под абсолютно каждую арочку из 5 воздушных петелек, их у нас 12, как вы помните, над каждым маленьким лепесточком, вяжем большой лепесточек. И у нас в итоге получится такой вот замечательный большой цветочек. Заканчиваем ряд столбиком без накида последнего лепесточка и первую вот здесь вот петельку над первым столбиком без накида этого ряда вяжем столбик без накида. То есть как бы переход получается уже на следующий ряд мы делаем столбиком без накида. Хотите, можете сделать соединительный столбик, но я буду делать столбик без накида. И смотрите, до этого момента мы связали вот такой вот замечательный наш большой цветочек и вязали его по кругу. То есть вот такими вот круговыми рядами по спирали. Сейчас мы переходим на вязание прямыми обратными рядами. То есть поворачивать будем каждый связанный ряд. Смотрите, мы сейчас будем вязать фактически по полцветочка. Вот так вот, если вы отделите полцветочка семью лепесточками, будем вот так вот полуцветочками делать нашу ленту. Как мы будем ее вязать? Смотрите, в принципе делать все будем то же самое, но поворотными рядами. Мы изначально набрали 6 воздушных петелек. В каждом последующем полуцветочки мы будем делать по 7 воздушных петелек. То есть это единственное отличие, которое мы будем делать. Почему по 7, а не по 6? Потому что мы изначально сделали вот такую вот красивую дырочку, серединку. То нам сейчас нужно будет делать как бы полукруги, такие вот большие дырочки. То есть вокруг лепесточка мы будем вязать вот эту начальную цепочку. То есть чтобы 6 как бы это маловато и чтобы было нормально, то мы будем вязать по 7. Это единственное отличие. И будем вязать 7 вот такие вот листнички полуцветочки. Как мы будем это делать? Смотрите, мы сделав последний столбик без накида, начинаем следующий ряд с 7 воздушными петельками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь смотрите, мы как бы огибаем вот этот лепесточек следующий и между цветочками вяжем столбик без накида. Между лепесточками сделали столбик без накида. То есть если мы сделаем 6 воздушных петель, как я вам уже говорила, а не 7 изначально, то у нас здесь будет слишком вот так вот стеснутый такой вот лепесточек. Чтобы этого не было, нам нужно сделать 7. Теперь, сделав столбик без накида, дальше не идем по кругу, а поворачиваем наше вязание. То есть как бы мы связали первую цепочку. Затем ныряем под эту цепочку без каких-либо столбиков подъема, петелек. Ничего я не делаю, я просто вяжу под 7 воздушных петелек 7 столбиков без накида. Но не туго. Смотрите, вяжем свободно. Как бы обвязываем первый столбик без накида, второй столбик сюда же без накида, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Петельку основания цепочки вяжем столбик без накида. Вот так вот. То есть как бы фактически мы связали 7 воздушных петель, которые обвязали семью столбиками без накида, как мы делали в начальной вот этой цепочке. Дальше, как вы помните, у нас шли столбики с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, но при этом не увеличивалось и не уменьшалось количество вот этих вот столбиков с накидом. То есть у нас изначально было 12 столбиков без накида, значит 12 столбиков с накидом. Здесь, как вы видите, у нас 7 столбиков без накида, поэтому будет 7 столбиков с накидом. Для начала первого столбика мы поднимемся на 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем здесь вот на следующем полулепесточке, вот у нас 7 столбиков, а на следующем лепесточке пропускаем 3 петельки и в третью петлю вяжем столбик без накида. То есть как бы мы поднялись на один столбик, сделали столбик с накидом, первый из 7, дальше делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. То есть, как я вам говорила, каждый ряд мы будем поворачивать. Но для того, чтобы повернуть было на вот этот вот второй наш ряд, нам нужно было сделать петли подъема, то есть как бы связать из первой воздушной петли столбик и сделали воздушную петлю между столбиками. Дальше сразу же делаем накид и в следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. То есть как бы фактически мы связали уже два столбика, между которыми воздушная петля. Дальше делаем воздушную петлю и в следующий столбик вяжем столбик с накидом то есть столбик предыдущего ряда в этом ряду вяжем столбик с накидом сюда же дальше снова воздушная петля в следующую петельку столбик с накидом 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 воздушная петля и последняя петелька в нее столбик с накидом То есть смотрите, что у нас получилось. У нас получилась одна воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. То есть у нас должно получиться в итоге 7 воздушных петелек, 7 вот таких вот арочек. Теперь вот это, можно сказать, последний наш столбик соединяем с третьей петелькой на следующем лепестке столбиком без накида. В последующем запомните, можете вязать соединения как столбиками без накида, так и соединительными столбиками. Я буду вязать столбиками без накида, мне так проще. И затем, когда я буду делать поворотик, мне будет проще, чем со соединительными столбиками нашими. И у нас, смотрите, фактически получились обвязанные столбики без накида, наша воздушная цепочка. А дальше из каждой петельки мы связали по столбику с накидом, между которыми воздушные петельки. Дальше, как вы помните, у нас были столбики, между которыми 3 воздушные петли уже. Такие вот побольше арочки для маленьких наших лепесточков. Поэтому мы все точно так же продолжаем делать. Изначально делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Пропускаем одну петельку и в третью петлю делаем столбик без накида. То есть, как бы связали первый столбик и соединили его столбиком без накида, вот здесь вот с лепесточком. Дальше делаем 3 воздушные петли между столбиками, которые у нас, и поворачиваем вязание. Дальше мы под воздушные петельки, вот эти, между столбиками, будем делать столбик без накида. И так вяжем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли под следующую арочку из воздушной петли вяжем второй столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли под следующую арочку столбик с накидом. 3 воздушные петли под следующую арочку столбик с одним накидом. Дальше снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. Три воздушные петли, столбик с одним накидом. И последний раз. Три воздушные петли и столбик с одним накидом под последнюю воздушную петлю. И что у нас получается? Смотрите, у нас получается 7 арочек из трех воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, как вы помните, у нас все совпадает с изначальными набранными петельками вокруг лепестка. 7 воздушных петель, 7 столбиков без накида, 7 столбиков между ними по 1 воздушной петле и 7 столбиков между ними по 3 воздушные петли. Даже если считать правильнее, то у нас получается 8 столбиков, вот здесь вот между которыми воздушные петли. Но вот этот столбик подъема, я его не считаю, то есть, фактически 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эти столбики подъема крайние, мы их не считаем, мы просто поднимаемся благодаря им на следующий ряд, потому что у нас поворотные ряды. Было бы это круговое вязание, этих столбиков бы не было, мы просто бы начинали как бы с лепестка. Вот, то есть, хотите считайте, что 8, хотите считайте, что 7, главное, чтобы у вас по 7 было вот таких вот арочек. Как в начальном ряду, как в среднем ряду и в конечном итоговом ряду, там, где будет по 5 воздушных петелек для больших вот этих вот лепесточков, у нас также и должно быть 7. Ну, к этому мы еще вернемся. Довязали мы наш ряд с тремя воздушными петлями между столбиками и пропускаем одну петельку, в третью петлю вяжем столбик без накида. То есть, как бы соединяем каждый ряд в наш полукруг. То есть, он у нас, посмотрите, должен присоединяться к нашему основному вязанию. То есть, как бы из этого цветочка у нас идет полцветочка, присоединены, посмотрите, эти полцветочка к основному первому цветку. Это обязательно. И теперь, без каких-либо петель воздушных подъема, ничего, мы сразу же начинаем вязать вот эти маленькие лепесточки. Мы разворачиваем наше вязание и под 3 воздушные петли, вот здесь вот между столбиками, вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 полустолбик с накидом и столбик без накида. Продолжаем делать, что делали вот в этом большом цветочке. То есть, вот они наши маленькие лепестки, столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом, полустолбик и столбик без накида. Точно так же делаем и здесь. Переходим из арочки в арочку, столбиком без накида. Затем полустолбик, столбик с одним накидом по серединке, наивысшая точка лепесточка маленького. Затем полустолбик спускаемся и столбик без накида Следующую арочку точно так же Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида Так обвязываем все наши 7 арочек из 3 воздушных петелек Включая вот эту самую последнюю седьмую арочку Связали по маленькому лепесточку и закончили последний лепесток вот здесь вот в арочку нашу Теперь после столбика без накида делаем столбик без накида в петлю основания Вот здесь вот откуда у нас соединен ряд был Сделали столбик без накида, дальше поднимаемся на 3 воздушные петли 1, 2, 3 Находим вот здесь вот третью петельку и делаем столбик без накида уже в следующем Обратите внимание лепесточки большом нашего цветка, то есть снова сделали как бы присоединение Уже задействованы 4 лепестка большого цветка Дальше, как вы помните после маленьких вот этих вот лепесточков у нас шло формирование большого лепестка То есть арочка из 5 воздушных петелек между столбиками Точно так же поднялись на 1 столбик вверх Дальше вяжем 5 воздушных петелек 1, 2, 3, 4, 5 Поворачиваем наше вязание и находим между лепестками вот здесь вот столбик В него делаем столбик с одним накидом Это у нас сформирована первая арочка Дальше снова 5 воздушных петелек 1, 2, 3, 4, 5 Находим между лепестками вот здесь вот столбик И вяжем в него столбик с одним накидом 5 воздушных петелек, столбик с одним накидом Между каждыми маленькими лепестками В конце над последним лепесточком Здесь, чтобы вам не запутаться, я рассказываю Смотрите, делаем 5 воздушных петелек Над лепесточком арочку 3, 4, 5 Дальше делаем накид И как бы фактически представляем, что есть следующий лепесточек То есть в петлю основания первого вот здесь вот лепесточка Где мы соединяли предыдущий ряд Вяжем сюда столбик с одним накидом Но для того, чтобы нам не болтался седьмой вот этот лепесточек Мы его точно так же присоединим со следующим лепесточком То есть мы делаем столбик без накида Снова в третью петельку Вот сюда Сделали столбик без накида И как бы закрепили наш последний лепесточек То есть смотрите, всего на полуцветочек У нас задействовано 5 лепестков предыдущего цветка Вот смотрите, 5 присоединений 5 лепестков Но задействованы 5 и 1 лепестка только до середины То есть посмотрите, у нас пол лепестка с одной и с другой стороны свободные Запомните, вот это вам пригодится уже на протяжении всего вязания ленты Вот так вот закрепили наши 7 арочек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Из 5 воздушных петелек И в каждую из них мы провяжем вот такие лепесточки То есть мы берем Снова я подхватываю вот так вот петельку свою Закрепив последнюю вот эту арку Разворачиваем наше вязание И под первую вот эту воздушную цепочку Мы начинаем вязать вот такие же лепестки Обратите внимание, что с этой стороны В начале, в самом начале вязания ленты У вас должны совпасть вот эти лепесточки Как вы видите, они у нас с лицевой стороны при круговом вязании были Точно так же с лицевой стороны они должны быть и в прямом обратном вязании Вот этой правой части нашего полуцветка Будет еще левая, поэтому в правой части Обратите внимание, как маленькие лепестки у нас с лицевой стороны Так и большие лепестки с лицевой стороны На это стоит обратить внимание на протяжении вязания всех трех лент Итак, подхватываю я снова нашу петельку Поворачиваю без каких-либо воздушных петелек Без ничего я делаю вот такие вот лепестки Они у нас, как вы помните, состоят из столбика без накида Полустолбика, 5 столбиков с накидом Полустолбика с накидом и столбик без накида Повторяем Под самую арочку из 5 воздушных петелек ныряем И делаем первый столбик без накида Дальше делаем столбик, полустолбик, извините, с накидом Первый, то есть поднимаемся на полустолбика Дальше 5 столбиков с одним накидом Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый Дальше полустолбик с накидом уменьшаемся И столбик без накида сюда же Вот такой вот лепесточек И в каждую из 5 воздушных петелек под каждую арочку мы будем вязать вот такой лепесток большой. Переходим на следующую арочку и вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4 и 5. Полустолбик с накидом и столбик без накида сюда же. Вот так вот я буду обвязывать все 7 арочек. Столбик без накида, полустолбик с одним накидом, 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4 и 5. Спускаемся на полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот так вот обвязываем каждую абсолютно арочку из 5 воздушных петелек в этом ряду. Довязали под последнюю арочку столбик без накида последний и петлю основания, вот здесь вот наших закрепительных петелек по бокам, вяжем столбик без накида. То есть как бы закрепили наш лепесточек, чтобы он уже был полностью зафиксирован. И с этой и с другой стороны, посмотрите, лепесточек у нас зафиксирован. Все хорошо, то если у вас точно так же все связали правильно. Теперь смотрите, если мы вот так вот повернем, у нас получается цветок и связан полуцветочек с правой стороны. Теперь нам нужно вязать с левой стороны. Поэтому не отрывая ниточку, абсолютно ничего не трогая, мы продолжаем вязать дальше наш, получается, второй полуцветочек. И он у нас будет находиться на вот этой стороне. То есть мы будем прикреплять его к этой стороне лепестков предыдущего связанного большого цветка и полуцветка уже ныне связанного. То есть вот этой стороне будет у нас полуцветок. Как мы его будем делать? Смотрите, мы связали столбик без накида, присоединив наш последний лепесточек полуцветка. Дальше сразу же вяжем 7 воздушных петелек. То есть как мы вязали вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петля воздушная. Теперь поворачиваем наше вязание и находим вот этот первый лепесток, то есть последний связанный лепесток полуцветка. И между первым и вторым вот этим лепестком большим присоединяем столбиком без накида нашу воздушную цепочку из 7 петелек. Не делая никаких петель подъема, ничего, мы разворачиваем наше вязание снова на лицевой ряд. И под воздушную цепочку из 7 петель вяжем 7 столбиков без накида. Как вы помните, вяжем свободно. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Абсолютно ничего страшного, если здесь у вас осталось немножечко места. Мы находим петлю основания и сюда вяжем столбик без накида. То есть как бы фиксируем наши столбики без накида, обвязанные воздушной цепочкой, вот здесь вот нашей связанной изначально, обвязали мы столбиками без накида. То есть все как делали вот здесь. Теперь у нас дальше идут столбики с накидом, между ними воздушная петля. Как вы помните, не увеличиваем количество столбиков, делаем точно так же 7 арочек. Для чего мы поднимаемся изначально на 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Для того, чтобы перейти на следующий ряд. Мы здесь пропускаем одну петельку и в третью петлю делаем столбик без накида. Вот так вот. То есть поднялись. Дальше поворачиваем вязание на вторую сторону и начинаем вязать воздушную петлю. Дальше вот находим петлю основания воздушной цепочки, пропускаем ее и вот в эту первую петельку вяжем столбик с одним накидом. И первая воздушная петля, арочка у нас готова. Дальше делаем воздушную петлю и в следующую петельку вяжем снова столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. воздушная петля столбик с одним накидом воздушная петля столбик с одним накидом воздушная петля столбик с одним накидом воздушная петля и последний столбик с накидом в последнюю седьмую петельку предыдущего столбика вот так вот теперь присоединяемся третью петельку следующего лепестка столбиком без накида то есть мы фиксируем этот ряд дальше у нас должен идти по рисунку вот этот ряд формируя арочки среднего размера то есть из трех воздушных петелек мы точно также берем поднимаемся на 3 воздушные петли 1 2 3 закрепляемся через петлю столбиком без накида и разворачиваем на следующий ряд то есть поворачиваем ряд и вяжем 3 воздушные петли 1 2 3 и прям под саму арочку из воздушной петельки вяжем столбик без накида дальше снова 3 воздушные петли и под следующую воздушную петлю столбик с одним накидом 3 воздушные петли и столбик с одним накидом 3 воздушные петли и столбик с одним накидом 3 воздушные петли столбик с одним накидом под следующую каждую арочку и снова 3 воздушные петли 1 2 3 столбик с одним накидом 3 воздушные петли и у нас остается последний седьмой лепесточек, последняя седьмая арочка. Мы вводим крючок под последнюю воздушную петлю и присоединяемся уже к следующему лепестку. Вот так вот. Хотите, можете в третью петельку, во вторую, если вам так удобно. Присоединяемся столбиком без накида, как всегда. У нас получилось 7 арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зафиксировали 7 арочек и дальше будем обвязывать маленькими лепестками. Столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом, полустолбик и столбик без накида. Для этого мы зафиксировались уже этот ряд и разворачиваем следующий ряд, вяжем уже непосредственно под 3 воздушные петли. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. Обвязав первый лепесточек, приступаем ко второму. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. И вот так вот обвязываем каждую каждую арочку столбик без накида полустолбик с накидом столбик с одним накидом полустолбик с накидом вот так вот полустолбик и столбик без накида обвязываем каждую абсолютно из семи наших лепестков довязали последний лепесточек и нам нужно закрепиться закрепляемся в петлю основания столбиком без накида и дальше нам нужно вязать вот эти большие арочки из 5 воздушных петелек между столбиками мы берем поднимаемся на 3 воздушные петли подъема закрепляемся в 3 петельку уже следующего лепестка столбиком без накида и поворачиваем наше вязание дальше вяжем 5 воздушных петелек И между маленькими лепестками присоединяемся столбиком с накидом. Это первая арочка. Дальше 5 воздушных петелек между следующими двумя лепестками. Второй столбик с накидом. Вторая арочка готова. 5 воздушных петелек между следующими лепестками присоединяемся столбиком с накидом. Это третья арочка. И так делаем 7 арочек. 5 воздушных петелек, столбик с накидом между маленькими лепестками. И так делаем еще 2 раза. Над маленьким последним лепесточком вяжем 5 воздушных петелек, делаем накид и представляем, что между последним лепестком есть еще следующий лепесточек. Вот в петлю основания присоединения ряда мы вяжем столбик с накидом, то есть последнюю арочку сделали над последним, вот здесь вот лепесточком маленьким. Дальше присоединяемся через петлю над вот этим вот лепестком большим, большого цветка. Ну, либо у вас здесь будет полуцветочек в следующем, в дальнейшем, вот здесь вот. И присоединили нашу седьмую арочку, пересчитали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И под каждую арочку мы будем вязать по 5 столбиков с накидом по центру. И дальше, чтобы спуститься, вяжем полустолбик, столбик без накида. И чтобы подняться, вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом. То есть, смотрите, закрепившись в арочку, вот эту большую, мы разворачиваем наше вязание и под нее вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Спускаемся на полустолбик с накидом, и столбик без накида. Переходим под следующую арочку, столбиком без накида. Дальше вяжем полустолбик с накидом, 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше спускаемся на полустолбик с накидом, и столбик без накида. И так обвязываем каждую абсолютно большую нашу арочку, большими вот такими лепестками. Довязав последний седьмой лепесточек, мы закрепляемся столбиком без накида в петлю основания закрепления предыдущего ряда арочек. Вот так вот. И дальше повторяем все с начала вязания первого полуцветка. То есть точно так же берем, закрепившись полностью наш последний, скажем так, столбик без накида, который закрепляет наш полуцветочек. Мы вяжем 7 воздушных петелек, 5, 6, 7. И присоединяем поворотным рядом вокруг нашего последнего связанного лепесточка. Присоединяю я столбиком без накида. Дальше снова поворачивая наше вязание на изнаночную, ну как бы на вторую сторону. И обвязываю столбиками без накида. 7 столбиков. 4, 5, 6 и 7. Закрепляюсь столбиком без накида в петлю основания и поднимаюсь на 3 воздушные петли подъема. Закрепляюсь я через петельку или через 2, как вам удобно. Дальше разворачиваю наше вязание на следующую сторону. То есть каждый-каждый ряд мы будем повторять точно так же, как и вязали в этом полуцветочке после вязания большого цветка. Дальше у нас будет ряд со столбиками, между которыми воздушная петля. Следующий ряд поворотный у нас будет со столбиков и 3 воздушных петель, то есть средних арочек. Дальше мы эти арочки обвяжем маленькими лепестками, сделаем большие арочки и эти большие арочки обвяжем большими лепестками. То есть будем делать все точно так же. Можете включить видео с этого момента, где мы связали большой цветок и начали вывязывать полуцветок с правой стороны. Абсолютно все точно так же. Потом повторится вот этот наш цветочек, полуцветочек. Единственное, что обращайте внимание при вязании каждого последующего цветка на то, что у вас правый полуцветочек будет всегда аналогичен первому цветку, то есть лицевыми вот этими вот столбиками с лицевой стороны. А второй полуцветок у вас как бы будет как изнаночная сторона. То есть смотрите, вот у вас с лицевой стороны он бы выглядел вот так, а это изнаночная. К сожалению, это такой маленький, скажем так, изъян этого узора. Абсолютно его не видно при носке, то есть при вязании вы только его видите. Потом в дальнейшем он у вас будет незаметен. Вот, и каждый последующий цветочек вот этот с правой стороны будет аналогичен вот этому первому цветочку. То есть смотрите, связаны как бы лицевыми столбиками. И маленькие полустолбики, лепестки и большие вот эти вот столбики, лепестки будут как бы лицевые. С другой стороны, с левой будут как бы изнаночные такие вот полуцветки. Но это абсолютно ничего страшного. Это для того сделано, чтобы у вас как с этой стороны, так и с этой стороны выглядело красиво наше вязание палантина. Вот, и так, включайте видео, кто еще не понял, как вязать, как присоединять с вот этого момента, где мы вязали правый полуцветочек. Затем мы постепенно перейдем на левый. Затем снова можете включить видео на правый, на левый. В общем, я вот таким вот образом буду вязать ленту, которая будет состоять у нас из основного цветка и с правой стороны, с левой стороны полуцветок, с правой, с левой, с правой, с левой. И он должен у вас ни в коем случае не расширяться, не сужаться. У вас будет чистая ширина вот этих двух полуцветков правого и левого на протяжении всего вязания высоты ленты. Ленту я рекомендую вам вязать не менее полутора метров. То есть, вам кажется, это сейчас много, но по итогу у вас палантин должен выглядеть таким красивым, пышным. И вот смотрите, чтобы не был он коротковат, я вам рекомендую связать один моток. Это как раз около полутора метра будет у вас лента. Допустим, связать следующую ленту, постепенно присоединяя к первой, и следующую ленту постепенно присоединяя ко второй. То есть, всего в ширину у нас будет три ленты. Каждую последующую ленту я буду присоединять к первой связанной, затем в третью ленту ко второй связанной. Вот. И связав, допустим, три ленты, присоединенные друг к другу, у вас уйдет три мотка. И затем вы уже, если вам покажется, что коротковато все-таки эти полтора метра, то вы затем просто возьмете четвертый моток, разделите каждую, скажем так, ну, моток, получается, разделите на три части. Это вы будете смотреть уже потом по связанной первой ленте, сколько у вас получается вот этих цветков. И затем разделите этот моток на три части, то есть на ширину всего палантина. Если вам достаточно будет полутора метра, которые у вас заняли три мотка, то есть один моток в длину, второй моток в длину и третий, то оставите так. Это вы уже посмотрите на свое усмотрение, на свой вкус. И теперь смотрите, вяжем первую ленту нашу, свяжете полностью моток, абсолютно не пугайтесь, если у вас, допустим, закончится вязание не на, скажем так, окончании какого-то цветка, а, к примеру, на каком-то там третьем ряду. Абсолютно ничего страшного, вы пока оставляете, приступаете ко второй ленте. Затем вторая лента заканчивается моток, приступаете к третьей ленте. Абсолютно ничего страшного, вы потом, если захотите, допустим, при распустите до того момента, который вам понравится. То есть это может остаться у вас левая сторона цветка, а может правая сторона цветка. Главное, что вы определитесь уже затем, связав три ленты с длиной палантина, и затем уже будете смотреть, нужно ли вам довязывать четвертый моток, делите его на три части, ваши три ленты палантина. Итак, в общем, вяжем первую полосочку, затем вяжем вторую, и уже в начале вязания второй ленты мы будем начинать присоединять. Я буду уже присоединять третью ленту, так как я вторую связала, но и вторую, и третью мы будем присоединять аналогичным способом. Связав одну длинную-длинную полосочку, мы к ней будем присоединять каждую последующую. У меня будет всего три, и каждую последующую после связанной первой полоски мы будем присоединять абсолютно одинаково. То есть, смотрите, у вас получилась первая полосочка. Каждую последующую мы будем присоединять с правой стороны, то есть у нас получается, это остается первая. Дальше присоединяем вторую, и точно так же присоединяем третью и четвертую, в зависимости от толщины вашей пряжи. И остановиться нам нужно вязать каждую, скажем, полосочку, когда вы вяжете заново, нужно остановиться, связав правую полуцветочек, правую часть, и затем связать левую, но без последнего ряда вот этих лепесточков больших. То есть, без последнего ряда, посмотрите, без вот этих обвязываний. И именно на этом ряду, с левой стороны, мы будем присоединять к нашему первому, и второму, и третьему в дальнейшем полотну. У меня это третье полотно, а если у вас второе, то, соответственно, присоединяйте как второе. Вот, посмотрите, у нас с правой стороны идут лепесточки большие. Вот они у нас, первый, второй, третий, четвертый, от большого центрального цветка. Первый, второй, третий и четвертый, неполный. Мы пропускаем первый, и вот на втором лепестке, третьем, и первом лепестке следующего, вот здесь вот, полуцветка, мы будем присоединять на вот этих трех постоянно, абсолютно в каждом рапорте, захватывая два средних лепестка, второй и третий, и первый со следующего цветка лепесток. Снова второй, третий и первый, второй, третий и первый. Так и мы и будем присоединять наши вот эти вот части двух ленточек. И теперь, смотрите, мы, получается, сейчас начинаем вязать последний ряд левого полуцветка, то есть наши большие лепесточки. Закрепившись с лицевой стороны, поворачиваем на, как бы, фактически изнаночную сторону. И начинаем вязать, как всегда, столбик без накида по дарочку, дальше полустолбик с накидом, и два столбика с одним накидом из пяти возможных, то есть, как бы, фактическую половину. Теперь вытаскиваем крючок с нашей петельки и находим средний лепесток из трех боковых. Вот он наш. То есть, как я вам уже говорила, второй, третий и первый лепесток нам понадобятся. Теперь поворачиваем нашу ленту, уже связанную, на вторую сторону внутреннюю, то есть, это у нас, как бы, получается, фактически лицевая сторона. Мы разворачиваем на изнаночную. Дальше находим второй лепесток, то есть, вот он у нас первый, второй и третий. Находим средний лепесток. И по серединке этого лепестка находим три средние петельки, три средних столбика. Первый столбик, второй и третий. Вот вводим крючок за обе стеночки боковой петельки, которая у нас находится максимально левее. То есть, первая, вторая и третья. Вот мы в первую вводим крючок. Дальше берем нашу рабочую петельку и протягиваем сквозь вот эту первую петлю, нововведенную, сквозь нее рабочую петлю, вот так вот. То есть как бы присоединяем. Затем поворачиваем вязание и дальше вяжем, вот так вот поворачиваем удобной для себя стороной. И дальше вяжем 1 столбик с накидом. То есть у нас уже получается через петельку продели, через первую петлю и вяжем столбик с 1 накидом. У нас получилась снова рабочая петелька. Мы находим вторую петлю с боковой центральной стороны, вот здесь вот. И снова вводим в нее крючок и выводим сквозь нее рабочую петельку. И вяжем второй столбик с 1 накидом. Снова рабочую петельку продеваем сквозь третью центральную петлю. Вот так вот. И вяжем последний, фактически пятый столбик с 1 накидом. То есть смотрите, был столбик без накида, полустолбик, затем первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. И мы завязали три центральные петельки среднего лепестка. Теперь нам осталось до конца лепестка довязать всего лишь один полустолбик и столбик без накида. Дальше переходим к следующей арочке. Вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом и два столбика с одним накидом из пяти. Запомните, так всегда мы будем начинать каждый лепесток при соединении. Столбик без накида, полустолбик и два столбика с накидом. Дальше находим третий лепесток. И находим центральные в нем три петельки. Вводим крючок в первую петлю, максимально левее расположенную. И выводим сквозь нее рабочую петельку. Дальше вяжем столбик с одним накидом. И сквозь следующую вторую петельку лепесточка продеваем рабочую петлю. Затем снова вяжем столбик с одним накидом. И третью петельку находим, сквозь нее вытаскиваем рабочую петлю. И вяжем последний пятый столбик с одним накидом из пяти возможных, которые мы вяжем по центру. Дальше нам остается до конца лепестка довязать всего лишь один полустолбик с накидом и один столбик без накида. Мы, получается, завязали, присоединили. Два первых лепестка задействовали. То есть второй и третий по счету от начала. Теперь нам нужно присоединиться вот к этому первому лепестку следующего полуцветка. Для этого поворачиваем снова обратно. Это я вам просто показала. Дальше поворачиваем обратно и обвязываем третий лепесток на нашем полуцветке. Столбик без накида, полустолбик с накидом и два столбика с одним накидом. Как вы видите, мы подряд три не довязываем. Три лепестка мы будем присоединять подряд. Но второй и третий мы присоединили лепесток и нам осталось присоединить первый со следующего рапорта. Снова находим три центральные петли и максимально левее первую петельку заводим в крючок и продеваем рабочую ниточку. Дальше вяжем столбик с одним накидом. И снова в центральную вторую петельку продеваем рабочую петлю. Вот так вот. С нашего второго рапорта первого лепестка. Вот так. И вяжем снова столбик с одним накидом. И в третью последнюю петельку продеваем рабочую петлю с рабочей ниточкой. Вот здесь вот. И довязываем последний столбик с накидом. Он у нас пятый. Дальше нам остается довязать в эту арочку полустолбик с накидом и столбик без накида. И посмотрите, что у нас получается. У нас получается красивое плавное присоединение как с этой стороны, так и с другой стороны. Вот, посмотрите. И в итоге мы должны довязать все оставшиеся четыре арочки. У нас их всего семь, как вы помните. Три первые мы задействовали, связали вместе со вторым, третьим лепестком первого рапорта и с первым лепестком второго рапорта. И теперь разворачиваем обратно на внутреннюю сторону изнаночную и довязываем четыре оставшиеся лепестка. Как всегда, столбик без накида, полустолбик, пять столбиков с одним накидом, один, два, три, четыре и пять. Дальше остается нам полустолбик и столбик без накида. Вот так вот нам нужно довязать эту арочку, затем следующую и каждые последующие три оставшиеся. Довязав этот полуцветочек, переходим на следующий лепесточек и вяжем его полностью без изменения. То есть, как бы, посмотрите, у нас правая сторона наша, если мы повернем внешней стороной, то всегда будет вязаться без изменения. И только левую вот эту сторону мы будем присоединять к левой нашей ленте. То есть, только левую сторону. И у нас будет в итоге получаться вот такое соединение. Я сейчас провяжу правую сторону вот этот полуцветочек вот такой и затем провяжу левую сторону до последнего ряда. То есть, сформирую вот такие большие арочки из пяти воздушных петелек и затем снова покажу, как мы дальше будем присоединять нашу левую сторону уже на обвязывании большими лепестками наш цветочек. И вот снова довязали левый полуцветочек без последнего ряда. И последний ряд мы будем присоединять за второй, третий лепесточек второго уже получается рапорта и первый лепесточек третьего рапорта. То есть, смотрите, мы сейчас снова поворачиваем на внутреннюю сторону и начинаем как бы вязать последний ряд. При этом я подтягиваю последнюю петельку, которую я сняла и вяжу в первую вот здесь вот нашу арочку из пяти воздушных петелек столбик без накида, полустолбик с накидом и два столбика с одним накидом из пяти наших средних столбиков с накидом. Теперь привытягиваем последнюю петельку нашу связанного столбика и смотрим. Вот он наш центральный веерочек и мы ищем средние центральные три петельки. Вот в первую вводим крючок, первую максимально левее которая и продеваем сквозь нее рабочую петельку. Затем вяжем столбик с накидом. Это получается уже третий столбик с накидом. Теперь находим вторую петлю, сквозь нее вытаскиваем рабочую петельку, вяжем четвертый столбик с накидом и третью петельку продеваем рабочую петлю и пятый столбик с одним накидом. Довязали пять центральных столбиков, теперь вяжем на уменьшение полустолбик с накидом и столбик без накида. Присоединили первый наш лепесточек веерочек. Теперь приступаем к следующему. Снова начинаем столбиком без накида, дальше полустолбиком с накидом и два столбика с одним накидом из пяти возможных. Привытягиваем крайнюю петельку, чтобы она не вытащилась у нас. И находим в следующем, получается третьем по счету веерке второго рапорта, первую петельку из трех. То есть та, которая левее. Первая, вторая, третья. Продеваем сквозь нее рабочую петлю. Затем вяжем третий столбик с одним накидом. Продеваем и эту петельку в следующую, вторую петлю центральную. Вот так вот. И вяжем четвертый столбик с накидом. И нам остается продеть сквозь третью петельку рабочую петлю и связать пятый столбик с накидом. И затем довязать всего лишь полустолбик. Ой, да, полустолбик с накидом и столбик без накида. То есть мы присоединили, получается, за второй и третий вот здесь вот лепесточек второго рапорта. И нам осталось лишь присоединить за первый лепесточек третьего рапорта. Мы подряд, как вы видите, первый, второй и сейчас третий лепесточек мы присоединим подряд. Вяжем в третью, вот здесь вот арочку, столбик без накида, полустолбик с накидом и два столбика с одним накидом. Первый и сюда же второй. Привытягиваем петельку и смотрим. Вот он наш первый лепесточек следующего рапорта. Находим центральные три петли, первую петельку левую. Вводим крючок и продеваем сквозь нее рабочую петлю. Вяжем третий столбик с одним накидом. Дальше в следующую петельку продеваем рабочую петлю. Вяжем четвертый столбик с накидом. И в следующую третью петельку продеваем рабочую петлю. Вяжем пятый столбик с одним накидом. И нам остается довязать лишь в эту арочку полустолбик с одним накидом и столбик без накида. То есть на уменьшение. Вот так вот. Смотрите, что у нас получилось. То есть у нас получилось присоединение очередное. То есть мы первое присоединение сделали. Сейчас делаем второе присоединение. Довязываем полностью веерочки. Каждый лепесточек наш под арочку из пяти воздушных петелек провязываем стандартный. Столбик без накида, полустолбик, пять столбиков с накидом, полустолбик и столбик без накида. И затем снова правую нашу сторону, где вот этот полуцветочек правый, снова вяжем без изменения. То есть вот такими вот нашими красивыми веерочками постепенно присоединяем левую сторону без последнего ряда. А последний ряд всегда будем присоединять за последующие три лепестка. Лепестка. Посмотрите, первый, второй на одном рапорте и третий на втором рапорте. Один, второй, третий. Один, второй, третий. Самое главное запомните, что подряд мы присоединяем к каждому лепестку. Но при этом получается, что у нас каждая последующая левая сторона нашего полуцветка находится между правым одним полуцветком и вторым. То есть как бы по серединке, по центру. И в итоге у нас получится вот такое красивое присоединение второй ленты. То есть вам нужно вот так вот присоединять каждую левую сторону полуцветочка. Одна, вторая лента и я уже начала третью. То есть вот так вот. У вас должен выглядеть палантинчик снизу вот таким вот образом и вяжем полностью на всю длину первой ленты. Вторую ленту вяжем полностью на всю длину первой ленты и третью. И получается вот такая ширина. Если вам этого мало хочется шире, соответственно добавляете ленту. Если вам кажется, что это широко, можно связать и из двух. То есть получится вот такой вот шарфик. Довольно-таки тоже красиво, как на мой взгляд. Вот продолжаем вязать общую высоту. В конце каждой из лент я заканчивала полурапортом. То есть смотрите, рапорт у нас заканчивается левым полуцветочком, а я заканчивала правым. В принципе можно оставить и левым. Здесь у нас с одной стороны бы, получается, левый был бы крайний, если вот закончила бы левым, торчащий такой вот вбок, то у меня получился правый. В принципе здесь я думаю, что значение не играет роли. Главное это общая длина. В принципе... В итоге я закончила получается присоединение третьей и второй ленточки вот здесь вот на последнем полуцветке. То есть если вы будете заканчивать правым полуцветком, то у вас все же пойдет присоединение последнее вот здесь вот на предпоследнем полуцветке. Вот так вот, на предпоследнем. А если же вы будете заканчивать полурапортом, как я, то у вас пойдет прикрепление к последнему полуцветку. То есть вот так. В принципе, получилось, как на мой взгляд, довольно-таки симпатично. Здесь я не решилась больше делать присоединение. Мне понравилось то, что сначала цветки отдельные, а сейчас идут вот такие вот полуцветки. То есть мне это более чем нравится. Можете в начале цветки более попрешивать, чтобы они были такие вот общей комбинацией. То есть присоединение можно делать большого цветка к каждому последующему большому цветку на пятом лепестке. То есть вот он первый наш лепесток, с которого мы начинали наш рапорт в высоту полуцветочков. То есть первый, второй, третий, четвертый и пятый лепесток. Можно пятый лепесток присоединять. Но, честно говоря, вы видели, что изначально я не присоединяла. То есть я начинала присоединение именно вот с вот этого лепесточка. Вот, поэтому, в принципе, здесь можно просто сшить, но, опять же, это все по желанию, если хотите, оставьте просто вот такие вот отдельные цветки, они тоже очень красивые, и как для палантинчика, они очень такими, скажем, объемными кажутся, то есть, и своего рода вот получается такое интересное украшение. Можно, опять же, сшить, повторюсь, лепестки, хотите, можете оставить изначально, вот, и, в принципе, наш палантин готов, хотите, если по желанию, опять же, можно присоединить четвертую полосу, если вам кажется, что узковато, но мне этой ширины более чем достаточно. И теперь нам осталось лишь только хорошо намочить наш палантинчик, можете добавить слегка, немножечко, буквально, ополаскивателя, вот, и хорошо пожмаком, то есть, не отжимаете полотно, ни в коем случае придать ему форму на ровной поверхности и высушить, то есть, в горизонтальном положении, разравниваете все таким вот образом, чтобы слегка прирастянуть в ширину, вот, потому что, если вы повесите, на, к примеру, веревку, то у вас будут вытянутые вот эти полуцветки, вот, чтобы этого не было, лучше сушить на горизонтальной поверхности. Я надеюсь, что вам все осталось понятно, было интересно, конечно же, не забудьте лайкнуть, спасибо, что остаетесь на моем канале, всем хорошего настроения, кто еще не подписан, подписывайтесь, пока-пока!